здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы тестируем схемку из интернета шапочки кошечки вот такой вот шапочки я вязала для девочки 14 лет она захотела такую шапочку вот это то что я нашла я оставлю ссылочку в описании видео на репост вконтакте на эту схемку вот уже кто-то вязал страна маму фотография страны мам вот сама эта схемка девчонки по этой схеме я вязала вашу эту шапочку немножко я застопорилась но потом разобралась сначала думала что из этой шапочки если честно ничего не получится ну путного вот оставлю ссылочку либо вот смотрите в гугле если вы наберете просто забьете шапка кошка схема вот такие картинки выскакивают по сути этой шапки тут очень много это другие варианты вот она эта схема то есть схему можно легко найти в интернете вот по этой схеме вязаная шапка вот она по этой схеме она сразу в первое в первой полосе выскакивает вот она эти шапочки так что с этой схемкой вот она выскочила у меня будем разбираться потихонечку кто не смог возможно кто-то пробовал не смог разобраться разберемся вместе так девчонки начинаем мы с того что набрали 96 петель теперь кому как кто хочет вяжите на пяти спицах я буду вязать на двух перетягивать ниточки это все дело немножечко закрепить 96 петель схемке там написано 51 и плюс 51 но это не 51 потому что там пробелы которые при этом потом из них делается как бы воздушные петли пробелы там для того чтобы вклеить это это обозначение вытягиваю эту ниточку и завяжу узелок чтобы немножечко это все дело скрепить теперь первый ряд вяжем резинка два на два я уже и запуталась обычная резинка две лицевые две изнаночные и так по кругу до конца ряда то есть так как мы вяжем по кругу у нас один ряд будет по узору один ряд будет как бы сам узор если бы мы вязали лицевой изнаночный то изнаночный был у нас был по узору вот образец я вязала не в круговую поэтому так вот вот таким образом у нас будет выглядеть изнаночный ряд сейчас мы вяжем просто резиночку потом будем распределять наши петелечки вот так по кругу до конца ряда до нашего узелка провязали мы один ряд резинка один на один теперь будем делать наши распределения девчонки внимательно смотрим вяжем резинку продолжаем вязать 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 изнаночные 2 лицевые и две изнаночные вот смотрите у нас 1 2 3 4 4 лицевых как бы вот они 4 лицевых ряда 2 изнаночные теперь вяжем нашу маленькую косичку то есть это наше будущее где 4 вот эти полосочки это наши две будущие косы теперь косичку вот косичка я не могла разобраться девчонки я ее вижу так как я я это дело поняла потому что ну непонятно мне вот правда в общем как как разобралась таки вам показываем может кто-то разобрался по-другому две вместе вот так вот видите еще раз показываю отсюда мы их забираем там написано с уклоном справа вот мы их наклоняем справа делаем на по моим в моем понимании воздушную петлю там написано лицевая перевернутая какая она перевернутая не знаю две изнаночные и опять эту косичку еще одну и лицевая перевернутая в моем понимании воздушная петля сделали мы две косички две изнаночные и далее опять нам нужно видите вот она наша косичка будет сделать такой же сектор как здесь из четырех полос как бы лицевых петель считаем 1 2 далее снова наши косички вот я показываю эти вот она моя коса последняя и тут у меня 4 следующие пространство как как сказать вот в чем выгода вязать на круговых спицах потому что мы можем подвинуть и то это потом надо будет так разделить чтобы все в промежутках было хотя не знаю кому как удобно девчонки я не настаиваю просто показываю так теперь снова коса поворотом вправо как написано воздушная петля воздушная петля 2 изнаночные коса воздушная петля 2 изнаночные и снова мы делаем заготовку на наши будущие косы 3 нет 2 здесь у нас коса 2 3 4 5 5 2 3 4 так снова косичка 2 вместе 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 7 6 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 10 13 10 10 12 11 12 13 14 14 15 15 15 17 схеме где уже коса и где ушко еще две косы я потерялась видите я уже ошиблась так вот она моя коса 1 2 3 4 еще две косички и конец ряда так хочу сказать спицы троечка нитки 150 грамм ой 150 метров 100 граммах у меня два матка два сложения по 150 метров по 50 граммов то есть в среднем это рассчитывайте так сложение потому что пробовала в одну нитку не то и следующий ряд ориентируемся по вот этому узелку вяжем резинкой два на два то есть по тому как лежат петли провязала я один ряд по узору вот видно что где косичка уже один ряд провязан и и теперь второй ряд косы мы разберемся она один раз вяжется в одну сторону и в другой раз в другую поэтому я вам сейчас покажу а потом минуточку отдохнем пока свяжем вот это как бы нашу резинку вот она наша коса если в предыдущем ряду узора мы ее делали сначала провязывали две вместе потом делали воздушную петлю то сейчас мы делаем воздушную петлю и просто провязываем вместе тут уже попроще там нам надо было вот так вот завернуть перевернуть не надо тут с уклоном влево как как написано в схеме воздушная петля не знаю как там написано лицевая скрещенная какая она скрещенная лищетная может кто знает напишите я понятия не имею какая она скрещенная по большому счету там накид должен быть но дырок нет я только придумала воздушную петлю все дальше какая она там лицевая скрещенная не могу понять вообще застопорилась я на этой схеме немного поэтому решилась снять это видео потому как просто просто да и не просто нет мне все так просто как кажется вот потом она наша косичка будет виднее такая проявится тогда конца ряда следующий ряд по узору и потом начинаем со второго нашего ряда с того как я показала переброс чередуем эти ряды и вяжем где-то вот так вот я потом скажу сколько рядов я провязала так девчушки провязала я 20 рядов вот смотрите вот сейчас теперь хорошо видно вот эти все наши разделения видите сколько это в сантиметрах 8 сантиметров провязала теперь будем делать жгуты так что хочу сказать в схеме это у меня 20 рядов схеме сейчас который в моем случае это 21 ряд потому что вот этот там не указанном я так предполагаю что это есть в описании в описании я не нашла в схеме этот ряд который мы сейчас вяжем пятый так берем нашу спицу снимаем 3 петли 1 2 лицевые и изнаночные оставляем за вязание провязываем следующие 3 петли лицевыми теперь у нас это не резинка это жгут и провязываем лицевыми 1 2 3 передумал телефон звонить теперь провязываем эти 3 петли со вспомогательной спицы 1 2 3 то есть у нас получается здесь 6 лицевых петель то есть жгут из 6 петель вот видите из двух как бы резинок лицевых получился жгутик то есть эти изнаночные петли у нас теперь лицевые остаются вот эти две изнаночные между этими двумя жгутами и следующая коса тут мы снимаем первые 3 петли и оставляем перед вязание провязываем 3 1 2 3 потом 3 петли со вспомогательной спицы все лицевыми в жгуте у нас уже только лицевые петли 1 2 3 вот 4 у нас таких сектора с жгутами видите тут у нас идет слева направо тут у нас идет справа налево переброс то есть в зеркальном отражении 4 таких сектор где мы вывязываем эти косы и далее уже вяжем с косами 2 изнаночные продолжаем тут продолжаем вывязывать эти наши косички маленькие до конца ряда то есть 4 сектора мы должны сделать эти перебросы на косу вот добралась я до следующих моих кос и тут делаю точно так же как здесь 3 и 4 все 4 сектора я делаю перебросы на косу и вяжу просто ровно далее вяжу ровно продолжая делать вот эти жгутики маленькие а тут просто лицевую гладью ну как обычная коса так девчонки десятый ряд ой десятый ряд сейчас подождите значит после косы мы вяжем еще 9 рядов ровно и в десятом ряду опять делаем косу то есть если считать первый ряд косы косы то через 9 опять мы делаем в десятом эту косу вот она на схемке это у нас 15 ряд а на самом деле это у нас 30 31 31 вот сейчас я провяжу вот эти все косы по кругу и еще один раппорт то есть еще 9 рядов я провяжу вверх так куколки смотрите вторую косу мы будем делать и уже будем вывязывать ушки на нашей схеме это 25 ряд у нас это 41 если я правильно то есть у нас 20 рядов 15 рядов добавилась до резинки значит что мы делаем еще раз мы перебрасываем эту косу я тут попробую я поменяла спицы на тоньше видите мне что-то неудобно было троечкой вязать поменяла на тоньше мне стало удобнее правда тут я уже обойдусь без вспомогательной спицы на этих тоньших спицах не знаю вы смотрите как вам удобнее что-то у меня там так туго шло с теми спицами тут вот наше ушко сейчас будет тут нам нужно добавить 3 петли воздушные вот сразу после косы где у нас две вот эти изнаночные мы делаем воздушную петлю эти изнаночные уже вяжем лицевыми воздушная петля лицевая воздушная то есть у нас тут получится 5 лицевых петель в следующем ряду мы их будем вязать лицевыми то есть как бы это наш изнаночный по сути ряд вот тут мы вяжем его в лицевом просто очередуем я их изнаночные не показываю девчонки чтоб вы в курсе везде где я показываю еще есть изнаночный ряд который вяжется по узору 3 4 5 6 далее мы продолжаем наш узорчик то есть это уже будет наше ушечко вот здесь вот уже будем вывязывать ушко следующий как бы сектор кос мы не добавляем потому что это будет макушка добавлять будем через один то есть два сектора мы добавляем вывязываем ушко два сектора оставляем без изменений это будет макушка ну и чередуется ой а что это у меня тут такое получилось три петли не понимаю почему так вот здесь вот мы оставляем ничего не меняем просто провязываем косу как петли не красиво в изнаночные после ее тяги от себя как бы перед перекидываются от центра по сторонам они как бы расходятся одна в одну сторону, вторая в другую сторону вот вы знаете мне вот так вот легче вязать без дополнительной спицы что я так привыкла, просто сейчас неудобно потому что камера вот впереди меня между мной и вязанием стоит вот таким вот образом здесь мы вывязали ушко добавили эти петли здесь мы просто сделали так как и раньше делали то есть провязали косу здесь мы добавим здесь мы добавим ушко то есть добавим еще 3 воздушные петли и провяжем лицевыми а здесь будет просто переброшена коса то есть там где коса там коса вот так вот а тут вот должны быть эти добавления эти ушки здесь и здесь еще один ряд провяжем по узору так провязала я еще один ряд как бы изнаночный то есть без изменений теперь мы продолжаем формировать наше ушко в схеме это у нас 27 ряд для кому надо проверить значит где у нас было две петли изнаночные и коса первые три петли косы мы меняем местами с одной петлей изнаночной которая была то есть мы сейчас будем двигаться в сторону макушки таким образом и формировать ушко кошечкина три петли провязываем а это изнаночная которую мы перепросили провязываем уже лицевой и вяжем вот эти три петли тут вяжем лицевыми три петли остаток косы вот эти наши пять лицевых которые мы сделали помните которые мы воздушные петли набирали вот так она уже формируется вот она пятая петля тут закончилась теперь три петли косы тут уже мы не будем считать коса не коса просто вот этот центр само ушко мы вяжем лицевыми петлями и теперь последние три петли косы мы меняем местами с этой изнаночной петлей то есть передвигаем эти три петли влево они у нас будут как бы такие ведущие значит мы провязали лицевой эти три петли провязываем далее по узору продолжаем делать наши вот эти косички вот вот оно наше ушко такое же ушко у нас будет через один жгут вот они то есть вот эти жгуты мы просто вяжем без изменения в этом случае сейчас пока мы вяжем все лицевыми перебрасывать будем в десятом ряду когда придет очередь вот ушечка вяжем точно так же до конца ряда тут ничего не делаем здесь мы опять же раздвинем это все поменяем с этими изнаночными и следующее еще один ряд так продолжаем вывязывать наше ушко не забываем про один изнаночный ряд который вяжется по узору так три петли наши которые мы перемещали вправо мы снова их перемещаем вправо на схеме это 29 ряд то есть уже мы тут как бы аннулировали эти две изнаночные петли внутри ушко все вяжем лицевыми петлями эту изнаночную мы провязываем лицевой и само ушечко тоже лицевыми петлями то есть сейчас мы будем вот так вот передвигаться передвигаться дальше и дальше и наше ушко как бы будет увеличиваться по косой видите так вот наше ушко внутри все лицевыми петлями здесь мы продолжаем вязать маленькие косы и большие все без изменений далее опять ушко мы передвигаем и еще одна без изменений так не забываем девчонки про изнаночный ряд без изменений теперь вот смотрите уже наше ушко переходит на эту косичку то есть мы сейчас уже будем ликвидировать маленькую косичку так в схеме это 31 ряд на 31 меняем местами опять же передвигаем справа эти три петли уже не провязываем эту косичку 31 ряд 32 у нас будет изнаночный по узору и 33 то же самое но уже вот эту как бы вторую петлю косички мы переместим сюда в сторону ушка с одной и со второй стороны я уже не буду 33 показывать потому что он по сути одинаковый просто сейчас показываю что мы уже аннулируем нашу косичку одну потом аннулируется вторая так потихонечку она будет перемещаться так в левую сторону косички у нас как бы уже нет мы ее уже не можем вывязать поэтому вот эту лицевую мы провязываем просто лицевой 2 изнаночные тут мы продолжаем делать косичку воздушная петля 2 вместе ну и косу пока вяжем без изменения до момента когда нам нужно будет делать эти перебросы соответственно тут на ушки значит еще вяжем этот ряд до конца потом один по узору один ряд то же самое что и здесь то есть мы перебросим последнюю петлю косички и далее я покажу так вяжем тридцать пятый ряд по схеме вот она косичка одна уже осталась вернее одна изнаночной теперь мы убираем эту вторую полосу изнаночную перемещаем 3 петли вправо меняем местами с изнаночной и тут уже нам пришло время делать косу в центральных наших полосах сейчас мы к ней подойдем и делаем вот уже ушко наше вырисовывается проглядывает вот тут же мы ближайся к макушке ближайся ближайся вернее к завершению совсем немножечко осталось вот видите какое ушко уже уже если его сложить вдвое оно уже принимает форму ушко тут мы перемещаемся влево так одна изнаночная у нас осталась косичка одна осталась мы медленно приближаемся к центру шапочки вот смотрите видите переход наш и тут уже нам надо сделать две косы вернее переброс так одну и вторую как мы делаем потом далее ушко перемещаемся видите сюда на изнаночные 35 это ряд одну изнаночную мы перемещаем далее еще здесь вот две косы изнаночный ряд без изменений 37 ряд мы перемещаемся я уже не буду показывать тут я думаю уже все понятно мы перемещаем вторую изнаночную сюда и да 37 далее я вам покажу значит еще один ряд мы убираем еще одну изнаночную потом по узору изнаночный ряд и потом покажу так девчушки вяжем 39 ряд вот уже у нас вторая коса пошла маленькая в ход перебрасываем вот смотрю и что то мне кажется что нужно мне вязание завершать потому что ушко получится слишком большое не знаю сейчас посмотрим посмотрим по этой схеме как оно получится вот оно уже это ушко тут мы уже начинаем управлять нашу макушечку немножко 39 ряд это по схеме вот смотрите если взять это вот как оно уже большое мне не нравится что оно такое большое хочется его поменять вот мне кажется тут уже я буду завершать я уже не буду по схеме вязать потому как там там еще свяжут 39 у нас еще 41 43 45 еще 6 рядов это вот так примерно ухо получится слишком большое сейчас все сделаю наверное по-другому вы можете закончить по схеме а я наверное немножечко сделаю изменение вот сейчас потеряю по схеме у нас сейчас идет как мы должны в этой косе убрать две петли в каждой косе судя по схеме нам нужно провязать две вместе вот эти и две вместе вот эти а я знаете что я сделаю я провяжу все по две вместе он как наверно буду заканчивать еще не нравится мне вот это что такое большое там еще это коса должна переброситься я этого делать не буду я вы как хотите можете по схемке завершить они что-то вот на мой взгляд сейчас что-то там уже не так уже не так уже ухо мне кажется большим если я провяжу еще 6 рядов она будет еще больше в общем в этих косичках видите я провязала по 2 вместе буду близится к финишу не хочу я увеличивать это ухо значит вот здесь я вот тут то же самое сделаю здесь еще переброшу это ушко провязала я девчонки вот еще один как бы изнаночный ряд и теперь уже без схемы я просто буду заканчивать вот девушка одна лицевая две вместе и так чередуем одна лицевая две вместе чтобы пушка у нас как бы завернулась потому что я так понимаю вот немного сейчас расскажу про эту схему из интернета то что образцы они были нитки потоньше то ли я не знаю там вроде бы какие-то резинка и резинка вроде бы как есть и узор весь связан а шапка получается маленькая наверно нужно потоньше нитки то ли я не знаю в общем вот такой итог получается по схемами из интернета глубокая она получилась у меня я когда ее сошью я вам покажу обязательно потому что не знаю модель моя приедет наш под новый год которая хотела эту шапочку неуверенная что она ее будет носить но куда делаю посмотрим ушка видите для чего делаются эти по 2 вместе чтобы ушка как бы завернулась вот форму такую ушка приняла сейчас увидим результат а вы решите нужно вам это не нужно вам это что-то я разочарована в этой схеме ну возможно неправильно подобрала нитки так и вот здесь вот мы тоже берем по 2 вместе все 2 вместе изнаночной тут 3 я провяжу вместе где коса 1 1 изнаночную ай тут их 2 как он уж 1 2 вместе просто мне нужно будет эту макушку сформировать поэтому я так и вяжу коса у нас приняла такую форму чтобы тут она у нас как бы была чуть стянута макушечка вместе вот 2 изнаночные вместе тут переброс делаем сохраняю узор и следующая ушка тоже одна лицевая 2 вместе все ушка 1 лицевая 2 вместе этот сектор то же самое сделаю на другой стороне и закрою все петли потом вам покажу я уже ничего не считаю просто вижу вот так вот лицевая 2 вместе так закрывая свои петли вот смотрите немножечко стянула чтобы она как бы тут придалась форма вот так она выглядит но узор конечно красивый ничего не могу сказать не могу сказать сейчас сошью и померяю вообще у меня впечатление что это будет шапка разочарования но не знаю сейчас увидим сейчас сошью по верхушечку не знаю показывать вам не показывать так не так девчонки у меня ушло ровно 100 грамм 2 матка у меня было по 50 граммов вот теперь я смотрите совмещаю вот эти косы чтобы ушечка у нас было ровно на пополам и крючочком сшиваю значит не так было я вязала два матка по 50 граммов 150 метров 100 граммов в 50 в 50 граммов так как я вязала в два сложения то получила что 150 метров 100 граммах если вы купите 100 грамм ниток 150 метров длина ну метраж то как раз у вас получится вот эта шапка а я думаю если вы купите 100 грамм ниток чуть потоньше то есть где-то 180 метров не 150 а 180 мне кажется что эта шапка будет лучше смотреться если если будут тоньше нитки она будет нежнее или знаете что вот я сейчас вяжу капюшон он скоро будет на канале из ализе я вот мне попала с чудом это пряжа вот если вы в два сложения возьмете вот эти нитки ализе то мне кажется она будет вот эта шапочка мягенькая приятненькая очень классная я же говорила у меня проблемы с нитками здесь вот поэтому мне очень сложно подобрать нитки вообще купить нитки очень сложно поэтому вот у меня вот так вот а у вас с вашим выбором выбрать мягенькую пряжу какую-то если ализе как я говорю один моточек в два сложения будет отлично я думаю вот самое оно будет на мой взгляд я сужу потому что я там вижу сейчас этот капюшончик он получается очень мягенький скоро он будет так вот смотрите наше ушко наше ушко что я тут теперь я ее выворачиваю вот моя шапка хочу сказать радости предела классно я делаю на себя вот все время верни во время всего вязание что-то думаю и ничего из нее не будет думаю будет она плохая ничего подобного бесподобно если бы мне не 45 лет я бы ее носила вот честное слово так что я думаю нютка будет довольная вот такая вот видите тут маленько стянуто ушки смотрятся очень классно вообще довольная моему удовольствию нет нет предела на данный момент так что классная девчонки вяжите я думаю что даже если вы сделаете точно по схеме вот плюс вот эти вот ободочек но из ализе и от конец не так как я переделала так как там в схеме тоже думаю будет очень круто так что классная шапка вот правда так а с вами была вика школа рукоделия всем пока пока а